Вот сейчас буду звонить в МОСОБЛГАЗ, выяснять, когда они мне там проект договора подготовят. В общем, есть у них бесплатный номер телефона. Формально там есть какой-то чат у них в Телеграме, в котором они не особо отвечают на вопросы. В общем, такое ощущение, что для галочки это сделали. В общем, звоним. Здравствуйте. Вы позвонили в акционерное общество МОСОБЛГАЗ. При запахе газа позвоните по номеру 112. Напоминаем, что самовольная перепланировка для депутированной квартиры опасна для жизни. Уточните, пожалуйста, вы обращаетесь как физическое или как юридическое лицо? Физическое лицо. Пожалуйста, скажите, какой у вас вопрос? Просьба соединить с оператором. Перевожу вас на оператора. Ожидайте. МОСОБЛГАЗ, МАРИС, здравствуйте. Как я могу к вам обращаться? Добрый день. Это Василий звонит. Я хотел уточнить по заявке на газификацию номер D-15-104. Василий, у вас вопрос по социальной газификации. Я правильно понимаю? Правильно понимаете. Отставайтесь, пожалуйста, на линии. Переключаю вас на специалиста по социальной газификации. Спасибо. Добрый день. МОСОБЛГАЗ, меня зовут Ирина. Чего могу помочь? Добрый день, Ирина. Это Василий звонит. Я хотел уточнить по заявке на социальную газификацию D-15-104. Она сейчас находится на сайте. Пятый шаг из шести. Оформление проекта договора. Примерно неделю уже. Хотел узнать, какие обычные у вас сроки оформления проекта договора. Вот. Можете проконсультировать по этому вопросу. Я поняла Ваш вопрос, Василий. Точните, пожалуйста, я вижу предыдущее обращение с Вашего номера телефона на горячую линию. Адрес Ваш Пушкин, улица Западная, дом 26. Правильно? Да, верно. Так, у Вас зарядка другая лучше. Я правильно понимаю? Да, там оформили уже на сайте МОСОБЛГАЗа на D-15-104. Да, верно. От какого числа можете уточнить зарядку? Сейчас уточню. Сейчас. А где здесь посмотреть? Сейчас я посмотрю. Документы, файлы по заявке. Может быть, здесь где-то написано. А собственник Феофанова? Да, Нина Васильевна. Нина Васильевна. Так, сейчас я посмотрю. Ну, наверное, заявка 28-го где-то декабря, где-то так. А, 28-го, 12-го, 21-го. Хорошо, Василий, я поняла, повторила за уточнение информации. Я сейчас поставлю обращение, чтобы специалист с Вами связался, которому доступна ВАЗа заявок. Для комментариев о Вашей заявке 28-го декабря. Скажите, пожалуйста, для контакта номер телефона можно будет указать, с которым вы звоните? Да, можно. Вот, я что хотел уточнить. Там, получается, у Вас, то есть, сроков никаких там на оформление проекта договора не установлено. Это как-то индивидуально, что ли, у Вас все или как происходит? 30 календарных дней, Василий. А, то есть, проект договора. Проект договора именно вот в этой стадии, да, 30 на него дней. То есть, уже там, как бы, предыдущая стадия, которая здесь у Вас называется, формирование ТУ пройдено, да? То есть, это именно оформление проекта договора после формирования ТУ 30 дней занимает? С момента подачи заявки. А, ну, смотрите, получается, заявку я подал 28-го декабря. Ну, как-то 30 рабочих даже дней уже прошло. Там календарных рабочих нет? Да, я с Вами соглашусь, Василий, уже задержки идут по подготовке проекта договора. Мы сейчас составим обращение к командированию, чтобы он с Вами не дался и объяснил, в чем причина, почему задержки. Смотрите, да, еще, я понял. Спасибо за это. Еще дополнительные вопросы. Смотрите, у Вас есть два офиса, ну, как минимум, да, это в Пушкино, он там работает только в будние дни, и в Мытищих, который еще по субботам работает. Вот этот проект договора, когда он там, наконец, его мне сделают, его можно как-то в любом офисе потом подписать, либо только в определенном. Вот как это определяется офис? У Вас кросс такой? В проект договора Вам поступит лично кабинет. Ага, то есть это будет какой-то файл, да? Для согласования. Да, для согласования. Его нужно будет подписать, отправить в МОСОБУЛГАС, а дальше Вы можете в офис Пушкина подъехать и в центральный офис по северному направлению в Мытище. То есть я не ошибаюсь, если, возможно, какие-то другие уже особенности, но подписывать, по-моему, в Мытище. В Мытище. Ну да, так удобнее, потому что там по субботам они работают. Понятно, то есть я файл просто распечатываю, подписываю, ну и там понятно, что можно и по почте, но я предпочитаю, наверное, заехать тогда. Такой вопрос, а если, допустим, я сегодня в офис в Мытищах приеду и там скажу, что вот, может быть, они при мне могут там что-то там, ну, быстро доделать этот проект и распечатать там, там, как по Вашему опыту, такое возможно? Я думаю, нет Василий. То есть это бесполезно, да, туда подъезжать, что-то там? Я не думаю, что Вам сегодня распечатают проект договора, если он Вам не направлен еще в личный кабинет. То есть Вам нужно ознакомиться, будет с ним проверить обязательно, подписать, отправить в МОС Абулгаз. Потом, если Вы хотите уже забрать подписанных двух сторон, экземпляр договора, тогда уже в офис можете приезжать. Понятно. А, да, то есть если, то есть мне для того, чтобы начать по нему вносить оплату, то есть, чтобы там, ну, какие-то действия дальнейшие произвелились, просто от меня там ждут бумажную какую-то версию подписанную, да, и после, до этого уже никто ничего не будет делать, да, без бумажного подписанного договора, даже если я деньги внесу. Вам придет договор на согласование, он уже будет подписан со стороны МОС Абулгаз, да, Вы должны распечатать, подписать его, отправить в МОС Абулгаз, и он будет считаться подписан с Вашей стороны, чтобы у Вас был договор на руках подписанный с двух сторон, Вы можете в офис уже обратиться. Да, я понял, а в этом договоре, правильно я понял, что там какая-то нулевая стоимость, а вот дальше отдельный договор на проект, да, там, сколько он там, 20-30 тысяч рублей стоит, так, или сколько там, сориентируйте, может быть? Если Вы подавали заявку на работу внутри границы Участка. Ну, хочу, хочу и внутри тоже, чтобы МОС Абулгаз сделал, там. Значит, надо подать отдельную заявку Василий. Если Вы подавали заявку на работу до границы участка, без указания, что Вам нужно было... Нет, с указанием, с указанием подавал, что внутри нужны. Значит, тогда у Вас должен быть договор, или может прийти договор с нулевой стоимостью, а потом отдельно договор на работу внутри участка, или если в договоре, который Вам придет, будет указана стоимость работы, она будет указана внутри границы участка. Ну, поэтому вопрос лучше... Ага, то есть уже вот. С куратором, да, который Ваш населенный пункт курирует и составляет проект договора. Понятно. А я в какой-то чат пишу, там уже сто... 30 человек, вот, но вот эти кураторы или кто там, они что-то не особо там отвечают на вопросы. Ну, вот сейчас, Василий, мы составили обращение, я направила менеджеру, который курирует Ваш населенный пункт по вопросам газификации. Дождите его звонка, он в ответит в интервале от одного до трех рабочих дней, начиная с понедельника. Возьмите у него контактные данные, те, по которым он будет доступен. Можете с ним все вопросы уже решать, потому что на горячей линии эти вопросы... Понятно. А вот я еще подавал вторую заявку, например, технологическое присоединение. Можете посмотреть номер тоже? 544-583. То есть, как я понял, значит, вот есть это бесплатная до границы участка и есть еще схема, когда там какая-то фиксированная сумма раньше была, типа там 32 тысяч, вот. Я просто думаю, что, может быть, если там сильно затянется социальная газификация, может там, не знаю, имеет смысл даже, ну, по обычной схеме без сплатным подключением там заплатить какую-то сумму, там чуть больше, да, там 30 тысяч больше и быстрее это сделают. Вот не подскажете, почему по заявке 544-583 ничего не происходит? Василий, у нас нет доступа к Вашим заявкам. А, это другой оператор, да? А, чтобы составить обращение, мы можем только по одному непосредственно Вашему звонку составить одно обращение. А, чтобы Вы хотели уточнить информацию по второй Вашей заявке, перезвоните, пожалуйста, на горячую линию, попросите оператора тогда сразу составить обращение к менеджеру, чтобы он Вам перезвонил. Ага, понятно. А еще не подскажете, на, в офис нужно предварительно, на подписание договора, ну, после того, как он появится у меня в личном кабинете, нужно предварительную запись, либо в порядке живой очереди. Василий, на горячей линии не предоставлена информация об организации приема абонентов в офисе. Я Вам могу номер телефона офиса предоставить, чтобы Вы перезвонили и уточнили информацию. А, то есть у Вас нет информации по предварительной записи или в живой очереди, да? То есть только телефон офиса есть. ну давайте да на всякий случай сейчас одну секундочку до записываю дослушалась а вот вы заявку которые отправили какой номер вот этой заявки на запрос доп информации как вы сказали там какой номер да да они не имеют регистрационного просматривается по номеру телефона который вызвали которые вы оставляете для обратной связи поэтому номер телефона оператору доступны все ваши обращения, которые были на горячей линии. Понятно. А в течение какого срока должен этот куратор связаться со мной по этой моей заявке сегодняшней вашей составленной вами? Василий, мы с вами уточнили от 1 до 3 рабочих дней. От 1 до 3. Ожидает, пожалуйста, звонка с понедельника по среду. А, с понедельника по среду. Ага, от 3 рабочих дня. Хорошо, все. Пока вопросов в целом нет. Если что, я перезвоню. Спасибо. До свидания. Хорошо. Оставайтесь пожалуйста на линии для оценки почты консультации. Всего доброго, хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok